У нас сегодня последняя лекция в этом учебном году, но не последняя лекция по этому модулю из-за того, что у нас одна лекция пропала. Помните, у вас была встреча с научным руководителем, и вставить ее в наш, и без того плотный учебный план возможности не было просто никакой. Поэтому мы ее перетащим на следующий семестр, в следующий же модуль переезжает обещанное тестирование онлайн. Это и хорошо, и плохо. Хорошо это потому, что сейчас вам явно не до того, чтобы еще и какой-то онлайн, ну не онлайн, но вот это вот сюда. Плохо, ну отчасти плохо, потому что еще хорошо тем, что те из вас, кто по какой-то причине слегка не догнал нас, имеют возможность догнать, потому что я не знаю, когда будет. Вот это, видимо, вместо какой-то из практик в будущем модуле. Вот. Хорошо, да, плохо, потому что это будет, скорее всего, все-таки решение именно такого задания, похожего на последнее домашнее задание. Я слегка пропалю фишку. Вот самое последнее домашнее задание будет напоминать то, что у нас будет на тестировании. Вот. И, соответственно, вам придется освежить все вот эти знания про Марс. Вот. Хотя в будущем модуле мы с Марсом встретимся только на лекциях. Мы его больше трогать не будем, мне кажется. Да, сегодня последняя тема, по которой можно поделать кое-какую практику. Вот. Это не означает, что вам его запрещается трогать самостоятельно. Там много всяких интересных штук. Вот. У меня был один студент, который... Два. Один студент написал... Студентка написала пианино вот с помощью этой штуки. Потому что в Марсе есть инструмент, который звуки издает. Вот. И, значит... А второй... Разве так? По-моему, нет. Ну, не знаю. Что-то он, короче... Короче, он пищал. Вот. Он пищит. На самом деле нет. Там вроде как... Ну, как бы формально он считается медишечкой. И он на меди играет, а не на процессорном динамике. Вот. А один товарищ, значит, написал какой-то конвертер графических файлов, загнал туда мою фотографию. Ну, что-то такое. Тоже на самом деле все. Слушайте, вы когда-нибудь слышали о мотивации по знаниям? Да. Вот. Примерно. Значит, ну ладно, давайте все-таки начнем. Времени нет. Значит, смотрите. Мы с вами говорили про всевозможные события, которые происходят в системе. И поговорили про исключения и про их имитацию, которые называются ловушки, traps. А еще есть прерывания. Прерывания, в отличие от исключений, имеют внешний источник. Вспоминаем табличку с прошлой лекции. Вот. То есть, они происходят потому, что что-то произошло в окружающей ваш компьютер среде. И это еще один такой запрос к нам, как к компьютеростроителям, чтобы что-то такое аппаратно в компьютере реализовать, какую-то реакцию на то, что происходит снаружи. Для чего, значит, нужны прерывания в первую очередь? В первую очередь, они нужны для того, чтобы не заниматься бессмысленным полингом. Вот. Мы писали программу, которая еще и висла из-за того, что мы слишком много напрягали эти регистры, которая бесконечно долго опрашивала бит готовности, я уже не помню чего, кажется, клавиатуры. Вот. И больше ничего не делала. Любая программа, которая занимается вот таким тупым полингом, пожирает 100% процессорного времени и ничего не делает. Так, конечно, это плохо. Хотя, замечу в скобках, компьютер как был, как это, вычислительно полным, так и остается. То есть вы можете написать любую программу. С точки зрения теоретической, вообще говоря, неважно, у вас 100% загрузки процессора или 0. Вот. А вот с точки зрения практической, и все наши улучшения компьютера, они всегда, как бы, следуют именно практической цели. С точки зрения практической, разумеется, идея о том, что ваша программа, вместо того, считает что-нибудь полезное, будет считать что-то бесполезное, а именно постоянно ходить к регистру, который она полит, и выяснять, а не появилось ли там что-нибудь новенького. Это, конечно, идея кажется неправильной. И, соответственно, вот на этот счет и изобрели прерывание. Значит, итак, прерывания асинхронны. То есть они могут прийти вообще в любой момент. То есть ваш компьютер может в это время делать что угодно. Вот. Да, зачем они нужны, я уже сказал. Прерывания обрабатываются тем же самым обработчиком, который мы придумали для обработки исключений и ловушек. Вот. Главное отличие обработчика прерываний от обработчика исключений, точнее, не так, это один и тот же обработчик, главное отличие его поведения, когда он обрабатывает прерывание и когда он обрабатывает исключения, состоит в том, что если произошло прерывание, та инструкция, на котором оно произошло, ее надо выполнить еще раз. Вот если произошло исключение, понятное дело, выполнять ту инструкцию, на которой оно произошло, во второй раз не надо Потому что на ней произойдет исключение И мы прибавляли там 4 А вот когда вы обрабатываете прерывание, ну например, прерывание по вводу с клавиатуры Значит, вот у вас программа работала, вы нажали кнопочку на клавиатуре И вы внезапно упали в обработчик прерывания, где этот ввод как-то обрабатывается После возврата из прерывания вам надо повторить ту же самую команду На которой было это самое прерывание При выполнении которой прерывание пришло Тут, кстати сказать, возникает некоторая аппаратная проблема Связанная с микроархитектурой, которую мы не успели посмотреть в этом семестре Не знаю, доберемся ли, возможно нет Хотя должны по идее Значит, аппаратная проблема вот какая А если часть этой команды уже выполнена? Помните, как нам устроен вот такой типичный цикл? Да, значит, считать инструкцию из памяти кода Декодировать ее, код операции, понять какие у нее параметры Сходить в регистры за параметрами Вычислить значение, если там требуется арифметическое выражение Положить обратно и вычислить адрес следующей инструкции Вот примерно такой цикл В действительности он более сложный Но вот эти пять пунктов обычно называют, когда говорят, цикл работы процессора И представьте себе, что прерывание возникает Оно же может возникнуть в любую там микросекунду, миллисекунду Представьте себе, что прерывание возникает в тот момент, когда вы первые четыре стадии уже выполнили Вы уже считали инструкцию, уже что-то там сложили, уже все вычислили Вам осталось только перейти на следующий адрес И тут внезапно трах-бах и случается прерывание В общем, аппаратная архитектура вашей машины должна быть так устроена Чтобы в какой бы момент не произошло прерывание Переделать инструкцию, которая только что выполнялась, было бы безопасно Например, если вы будете раскладывать что-то в память Не в самом конце инструкции, а где-то посередине То может так случиться, что вы память уже изменили, все уже положили А тут приехало прерывание И получится ситуация, что ваша машина находится в измененном состоянии А инструкцию надо повторять еще раз Так что поддержка прерывания накладывает некоторые ограничения на то Как будет внутри аппаратно реализованы все инструкции вашей машины Но не только это Самая главная проблема это вообще выяснить, что прерывание произошло Значит, у вас должна быть какая-то аппаратная поддержка Какие-то железяки, какие-то микросхемы Какой-то мозг, который бы определял, что на таком-то устройстве случилось такое-то событие Допустим, пользователь нажал кнопку на клавиатуре Или, допустим, системная консоль наконец-то вывела символ на экран Потому что такие вещи, как системная консоль, очень медленные по сравнению со скоростью процесса Или, там, не знаю, жесткий диск закончил наконец писать блок, который мы его выдали Событие произошло Значит, ваш обработчик прерывания должен откуда-то узнать На каком устройстве и какое событие И то, и другое, естественно, нужно как-то аппаратно реализовать Вторая проблема состоит в том, что прерывания могут возникнуть в любой момент времени Например, одновременно Допустим, у вас два устройства, актуально одновременно То есть с точностью до одного такта процессора, захотели возбудить прерывание Ну, там, диск дописал, а пользователь в это время нажал на кнопку Это означает, что прерывание возникло сразу два И с точки зрения дискретизации, с точки зрения скорости работы вашего процессора Вы не можете отличить время, какое из них было первое, какое второе И когда вы уваливаетесь в обработчик Вы на самом деле должны иметь возможность обработать сразу два, возможно, принципиально разных прерывания А может быть три, а может быть десять Обычно это решается каким образом? Обычно у вас такая шкала Вот она, Interrupt Mask Кажется, это здесь Нет, соврал, вот здесь Mask это маскирование Вот здесь, Pending Interrupt Pending это значит, как это, отложенные Обычно вам приезжает целый регистр Ну, не регистр, здесь вот видите, сколько битов Восемь битов, значит, восемь различных прерываний можно повесить Обычно вам приезжает битовая шкала В которой единичками обозначены те прерывания, которые произошли А ноликами, которые не произошли Вот Каждый битик соответствует своему очередному типу прерываний Вот И вы, когда пишете обработчик прерываний Вы сюда заглядываете и видите У вас там такое прерывание, секое, это пятое, десятое Вот Не всегда так делается Есть, возможно, другие аппаратные решения Но я напоминаю пафос всего нашего разговора вот в этом модуле Что то, что мы проходим, это один из вариантов решения этой проблемы Как правило, почти всегда самый популярный, за несколькими исключениями Вот То есть MIPS в этом смысле довольно характерный процессор Ну вот в нем нет флаговых регистров в основном процессоре Этим он отличается Вот Значит Второй механизм называется маскирование прерываний Когда вы говорите Ну окей Вот такое-то, такое-то, такое-то прерывание Пока что пускай не происходит Там эти устройства пускай хоть на стенку лезут А их прерывания пускай к нашему процессору не приходят Вот это называется интерап маскинг Вот И это другой регистр, в котором вы его сами выставляете И говорите Вот такое-то, такое-то, такое-то обрабатывать буду А вот эти все по нулям Значит Никогда такие прерывания не случатся Пока в эту маску обратно не взведете И Тем не менее, конечно же, бывают прерывания, которые маскированы быть не могут Если вы их замаскируете, то там, не знаю, у вас ядро работать не будет Какое-нибудь прерывание по таймеру, например Которого, кстати, в Марсе просто нет Вот Ну не важно Ну и, наконец, непонятна, собственно, логика Ну вот к вам приехало Там три подвешенные прерывания Значение регистра Регистра Коуз Причина В битах с 15 по 8 Вам три единички в этих битах приехало Значит, три прерывания произошло В каком порядке их обрабатывать? Что сначала, что потом? Опять-таки В случае Марса или МИПса Это решает просто программист Который делает этот обработчик Но в других архитектурах может быть, например Аппаратно прибитый гвоздями арбитраж То есть прерывание номер 0 имеет наивыше приоритет Номер 1 пониже Ну и так дальше А может быть еще какой-нибудь А может быть вы сами задаете эти приоритеты В общем, это дело такое Ну вот В МИПсе используется очень простая схема Вы получили маску Вот не маску, а битовую шкалу повершенных прерываний Сами разгребаете Очень удобно Вот Напоминаю, это содержимое прошлой лекции Напоминаю, что за обработку исключительных ситуаций В том числе прерываний У нас отвечает сопроцессор C0 В нем есть специальные регистры Регистр статуса С помощью которого мы управляем Отчасти управляем Отчасти нам процессор сообщает О том, что происходит Вот И регистр COS В котором нам процессор пишет Всякие результаты Почему что произошло Кстати сказать Помните В конспекте В планах прошлой лекции Вот это вот Бит бр Здесь было написано Один ив и все Вот Я восстановил этот текст Значит этот бит Взводится Если Мы У нас случилось прерывание И только прерывание В ситуации Когда на микропрограммном уровне Мы как раз ломаем То, что называется Конвейер То есть Когда просто так Выполнить Соответствующую инструкцию На которой произошло прерывание Не получится Потому что там уже что-то изменилось В принципе Такие ситуации Можно просто отследить Взвести соответствующий бит И заставить обработчик прерывания Их Эти ситуации обработятся О чем речь Я сейчас разговаривать не буду Вот Если у нас Случится Информационный Так сказать Кусочек Про Конвейер Я очень надеюсь Что он случится То мы тогда Там и поговорим Про это Ну вот А в остальном В общем все Что в прошлый раз Значит Единственное Что надо помнить Что когда у нас Случается прерывание У нас Код исключения Равен нулю То есть Мы помним Что у нас Они Разные исключения Имеют Разный Разный Номер Вот Трапа Имеют Тринадцатый Номер Остальные Разные Но вот Прерывание Имеет Номер 0 Такие Дела Немножко Про То Как Мы Обрабатываем Прерывание Первое Все Регистры Все Регистры Нужно Сохранить Вообще Все Кроме Двух ядерных Каноли К1 Который Который Вообще Горя Пользователь Трогать Не должен Даже Регистр АТ Помните Мы Когда Прошлый Раз Писали Обрабатывающих Прерывания У нас Регистр АТ Оказался Запорченный Тут Чуть Ниже Будет Пример Кода Который Это Делает Это Сделать Можно С помощью Двух Регистров Все Хорошо Опять же Мы Уже Говорили Об этом А Да Значит Как Можно Быстрее Запретить Обработчик Прерывания Если Вы Этого Не Сделаете Не Не дай бог Произойдет Второе Прерывание В то Время Как Вы Обрабатываете Первое И Это В общем Смерть Это Значит Что Вы Никогда Не Выйдете Из Обработчика У Вас Если Получилось Повторное Прерывание У Вас В Регистр Как Его Там Зовут Ерет Запишется Адрес Из Кернил Спейса Вот Смотрите Он Не Будет Рекурсивный Потому Что Кто-то Должен Об этом Позаботиться Это Рекурсивный Вы Можете Сделать Под Программу В Которой Вы Все Обрабатываете Нет Ну Я Просто Для Всех Говорю То Вы Поняли Если Вы Задали Этот Вопрос Значит Он У Всех В Голах Возникает Помните У нас Было Одно Домашнее Задание На Рекурсивный Вы Делаете Под Программу Сами Для Этого Надо Потрудиться Вы Сохраняете Все Регистры Вы Потом Их Вспоминаете Когда У нас Переход На Под Программу То Есть Вываливание В Kernel Space Происходит Просто Потому Что Там Кто-то Нажал На Кнопочку Есть Такой Вариант Что Давайте Мы Аппаратно Еще Это Обеспечим При Входе В Контекст Ядра Давайте Мы Вообще Придуманные И Тогда Все Будет Хорошо Тогда Мы Можем Даже Как-то Попробовать Какую-то Аппаратную Рекурсию Забацить Но В случае Мипса Нет У вас Есть Очень Тупая Инструкция Вывалиться В Kernel Space И Это Значит Что Если Вы Из Kernel Space Вывалиться В Kernel Space Вот Этот Регистр ERED EPC Не EPC Если Вы Отсюда Увалитесь В ядро Это Означает Что Все Здесь Навсегда Зависнет Адрес Возврата В ядре И В общем Все Вот Да Я так Сделал Я просто Взял Вместо Там Значит В одном Упражнении Нужно Было В случае Если Это Неправильное Прерывание Или Допустим Исключение Остановить Работу Системы И Я там Тупо Написал Break Вместо Чтобы Написать SISCOL 10 Что Сделал Break Он Сделал Исключение И мы Вошли Обратно В обработчик Исключений А потом Дошли До Break И так Навсегда Такие дела Да Значит Следующий Пункт Не Доверять Пользовательскому Stack Pointer Опять Таки Если У нас Есть Аппаратное Сохранение Контекстов То Пользовательский Контекст Один А ядерный Контекст Другой В случае Марса Ничего Подобного Все Делаем Руками Нам приезжает Мы приехали Внезапно В Kernel Space И у нас В регистре SP Вообще говоря Лежит что-то Что пользователь Туда положил Не исключено Что оно уже Не рабочее Пользователь Туда положил Мусор Вот Поэтому Значит Если вы хотите Какой-то сложный Код в режиме Ядра писать Вы сохраняете ТТСП Куда-нибудь Пример Ниже Бозит И организуете Какой-нибудь Свой Например Вот с этого Адреса Кстати сказать В Марсе С этого Адреса Нельзя организовать Стэкпойнтер Это адрес Который лежит Под Видите Под Областью ММО Под областью Memory Input Output Вниз Так вот В Марсе Это сделать нельзя В Марсе По-моему Ограничена То ли Одним То ли Двумя Мегабайтами Та память Которую Можете сделать Но в примере Я покажу Число В котором Можно разместить Kernel stack Повторяю В случае MIPS Kernel stack Это ваша Инициатива Нет никакого Аппаратного Другого Стэка Вы Сохранили Регистр SP Написали В регистр SP Другие Значения И пошли Работать Потом Вспомнили Значит Да В вашем Обработчике Прерывания Нужно Отличать Прерывания От Исключения Потому что В случае Исключения Надо добавлять 4 К ESP А в случае EPC EPC Не ESP Надо поправить Вот Да Так вот Значит Надо отличать Обработчик Прерывания Внутри Обработчика Прерывания Отключения Потому что Вам Вам Придется Добавлять Либо Не Добавлять Вот Эту Самую Четверочку Даже Если Ничего Другого Не Придется Делать Важный Пункт Вы Должны Проводить Время В режиме Ядра В обработке Прерывания Как Можно Меньше Иначе Получится Такая Ситуация Что Пока Вы Там Чего-то Жевали 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 У вас Прерывания Запрещены Дожевали Вы Свой Обработчик Прерывания Разрешили Прерывания Тут же Приехало Несколько Следующих Вы Опять Начали Жевать 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 Доживали Разрешили Приехало Несколько Следующих Вы Никогда Не Вернете Узер Спейс Просто Потому Что Будет Что-то Происходить Особенно В ситуации Прерывания По Таймеру Или Каких Устроев Типа Мышки Ну Мышки Ладно Мышки На самом Деле Очень Медленное Устройство Прерывание Устроено Есть Бит Звольц Если Прерывание Из-за Какого-то Источника Есть Несколько Прерываний Из-за Одного Источника Одно Они Либо Теряются Либо Устройства Должны Расскажу На микрофон Ваш вопрос Потому Что Вряд ли Было Слышно Вопрос Вот Какой Предположим У нас Каждому Прерыванию Соответствует Один Бит Предположим У нас Случилось Три Одинаковых Прерываний Три Пакета Пришло На Сетевой Интерфейс В разделе Пендинг Прерываний У нас Приехал Один Бит Это Означает Что Либо Вот Эти Два Предыдущих Прерывания Остались Вообще Неотслеженными И Их Данные Пропали Либо Само Устройство Так Устроено Что Если Оно Прерывание Возбудило То Там Дальше Оно Начинает На тот Конец Говорить Не Я больше Не принимаю Никакие Пакеты У меня Тут Еще Этот Не Забрали И Все Там Выстраиваются Возьми Получается Пробка Пробка Мы Еще Тоже Сегодня Увидим Я надеюсь Вот Значит Ну И Потом Пока Вы Обрабатываете Прерывания У вас Прерывания Запрещены Поэтому Все Что Вы Рассчитывали Обрабатывать Еще Разумеется Вы Не Обрабатываетесь Так Что Надо Как Можно Быстрее Выходить Да Вам Вполне Возможно Приехало Сразу Несколько Прерываний Надо Проверить Обработать Их Все Вот Ну И Перед Выходом Надо Очистить Коус Надо Вернуть Все Регистеры И Надо Разрешить Прерывания Обратно Вот Для Того Чтобы В Случае Марса Вообще Прерывания Заработали Их Надо Руками Это Было Это Слово Ту Их Надо Руками Включить То есть Специальный Регистр Вашего Устройства Разописать Значение Которое Будет Означать Что Прерывания Разрешены Вот Смотрите Вот Это Небольшой Код Для Нашего Любимого Digital Lab Симулятора Который Разрешает Включение Прерываний Так Что Здесь Написано Тут Написана Какая Чушь Но В том Смысле Что Я бы Написал Попроще Это Я Давно Писал Мы тут Формируем В регистре А0 Адрес А нет Все нормально Тут написано Виноват Значит Смотрите Что мы Делаем Мы В Берем Из Регистра 12 Что Такое 12 Регистр Это Регистр Статуса То Что Там Есть Разрешаем Все Прерывания То То есть Мы Выставляем Маску Во все Единички И Это Самое Что-то Еще Вот эти Два Битика Что значит Давайте Посмотрим Вот Значит Че А 12 12 Да Interrupt Enable Дальше И Маску В Единички Вот И записываем Обратно Все С этого Момента У вас Прерывания В системе Разрешены До этого Они были Запрещены Сделано Это Так Потому Что В нормальных Системах В Немуляторах Надо Сначала Все Обработчики Загрузить В память А потом Только Разрешить Прерывания А то Не дай Бог Какой Из них Произойдет До того Как у Что-нибудь Попадет В нужное Место Поэтому По умолчанию Прерывания Запрещены А потом Вы их Сами Руками Разрешаете Обычно Это делают Ядро Но в Марсе Вы это Делаете Прямо Из User Space Дальше Дальше Что мы Делаем Дальше Мы разрешаем На наше Устройство Digital Lab Симулятор Чтобы Оно При Нажатии На клавиатуру Возбуждало Прерывание Что Для этого Нужно Сделать Читаем Документацию И Обнаруживаем Где там Вот он И Обнаруживаем Что для этого Нужно Записать В Регистр 4F0013 Какой-нибудь Бит Вот Давайте посмотрим Я так Делаю Не Не так Что-то Я не понял А 80 Да Вот Седьмой Бит То почему-то 12 А почему В 13 Не пишу Что-то Я не понял Сейчас Давайте посмотрим 13 или 12 Я может Что-то Запутал Давайте еще раз А Нет 12 Вот Просто плохо Видно Вам плохо Видно И мне плохо Видно Значит Управляющий Регистр У нашего Digital Lab Симулятора 12 Если вы Взводите В нем Седьмой Бит Он начинает Внезапно Генерить Прерывания Когда вы Зазеленяете Вот эту Кнопочку Сейчас проверим Вот он Седьмой Бит Записывается Вот сюда И Так Вот мы скопировали Вот мы Вставили Сохранили Это что у нас Это Digital Lab Симулятор 0 Вот Вот мы Присоединили И вот смотрите Вот он сейчас Будет Смотрите Что сейчас происходит Что в этом коде Написано Вывести Месседж Который Тик Подождать Секунду Это Помните Системный вызов 32 Слив И вечный Цикл Вон он Тикает А вот я сейчас Нажму на пятерочку Шмяк Что он говорит Что у нас Произошло На инструкции 40034 На какой-то Ну вот на этой На Jump Loop Произошло Внешнее прерывание А поскольку У нас обработчик Не установлен То система Вывалилась Вот собственно И все Да 12 регистр Управляющий Его 7 бит Делает так Что при нажатии Кнопки Генерируется прерывание Если бы я этого Не сделал То все эти кнопки Ни о чем не повлияли Любой кнопки Вот В этот момент Вы кстати можете В обработчике Посканить Вот этим Жутким способом Который мы в прошлый раз Проходили И посмотреть Какую кнопку Но идея стоит в том Что вам не нужно Это делать бесконечно А нужно делать Только один раз Когда приехало прерывание Вот Кстати сказать Digital Lab Simulator Умеет гораздо более Интересную штуку Он умеет Генерирует прерывание Не совсем по таймеру А каждую 30-ю Выполненную инструкцию Прерывания по таймеру К сожалению В Марсе нету А вот Заставить вот эту вот Штучку Каждую 30-ю инструкцию Генерирует прерывание Мы можем Значит Код при этом Чуть более сложный Потому что я написал Чуть более Хороший Этот самый Обработчик Быть может Давайте сначала Посмотрим на обработчик Этот обработчик Уже почти Почти нормальный Ни малейшего понятия не имеет Не меняется Прибитый гвоздями В процессе подготовки Вот к этому модулю Вышел эмулятор Сделанный из Марса Но не для MIPS А для RISC-V Там есть настоящий Ну нормальный Этот самый Нормальный таймер В этом нету Вместо таймера Используется вот это Вот странное поделье Видимо так проще Все было сделать Вообще говоря нет И знаете почему Вот в этом Потому что у него есть У него понятие времени Очень гибкое Видите вот этот движок Это количество инструкций В секунду Совершенно не очевидно Что будет равняться Настоящей секунде В ситуации Когда мы выполняем Скажем 20 инструкций В секунду Вот То есть там такой концепции Просто в самом эмуляторе Нету Понятное дело Что на любом железе Такое есть Вот Именно поэтому Все жильяки Которые что-то эмулируют В Марсе Они привязаны Не к Секундам А к количествам Выполненных инструкций Мы это еще увидим Сегодня Кстати рекомендуется Делать хотя бы 30 А не бесконечные Когда вы используете Вот эту штуку Потому что Помните Она у нас зависала Вот если бы мы поставили На 30 Она бы не стала зависать Что-то там У нее Какие-то рейсы Внутри этой самой Джавы Страшные Так Ну хорошо Вот код Как ему интереснее читать Там разноцветный Или здесь Здесь его можно сделать побольше А там его можно сделать Поцветнее Не знаю Лучше там Там привычнее Там привычнее Да Вот код Мы сейчас его весь скопипастим Он большой Потому что это уже пример Довольно хорошего Довольно хорошего Этого самого Обработчика Исключений И прерываний Так Ну по-моему Довольно Неплохо видно Да Хорошо Значит Ну тут я Забацал парочку Макросов Типа Пуш-поп Это понятно Вот Дальше что я делаю Значит Здесь я разрешаю прерывание Понятное дело Вот Здесь я Тут непонятно А вот Да Здесь я разрешаю прерывание Уже на этот раз Тринадцатое Это прерывание Как раз Каждую тридцатую инструкцию Мы можем Любой бит записывать Вот сюда А вот Понятно Это лишняя строчка Это просто лишняя Потому что Это еще один Управляющий регистр Куда мы записываем Бит После чего Начинается прерывание Каждой тридцатой инструкции Вот и все Так в документации Да Вот оно В документации Так написано Что если Вы запишите Какой-нибудь бит Ненулевой То каждой тридцатой инструкции Будет генерировать прерывание Все Устройства Устроены таким образом Да Они как бы Их делали не вы И не для вас Но вам приходится Ими пользоваться Вот Значит мы разрешаем Прерывание Каждую тридцатую инструкцию А дальше мы Начинаем Выводить сообщение Ну тикать Вот он тикает Тик-тик-тик-тик-тик Вот смотрите Если я вот так вот Не сделаю То у нас будет Вечный цикл Просто тупо Давайте Мейло Digital Lab Simulator 2 Вот я Не включил прерывание От Digital Lab Simulator И вот он пошел тикать И будет тикать Так до бесконечности Там вечный цикл Там внизу А если так сделать Хорошо Вот он тикает Значит Теперь давайте Включим прерывание По таймеру И посмотрим Как они обрабатывают Ну не по таймеру Каждую тридцатую инструкцию Значит Обработчик Первым делом Сохраняет прерывание Здесь нарисованы Большие восклицательные знаки Потому что Если в этот момент Возникнет прерывание То все Вот В действительности В Других архитектурах Например Есть атомарная команда Запрета прерывания Чтобы не было Не было ситуации Что вы уже вошли в обработчик Но прерывание еще может Дальше Дальше мы сохраняем Регистр АТ Помните Его надо сохранять Регистр СП Я даже написал Специальный макро Который называется Кип Который что делает Он перегоняет этот регистр В К0 А К0 уже записывает В Соответствующий адрес В памяти Вот Вопрос всем Почему я не мог написать Просто тупо Стори Ворд АТ Вот сюда Для того чтобы сохранить Регистр АТ Почему мне пришлось Это делать с помощью Промежуточного регистра К0 Потому что это так не работает Почему Так Это Как сказать Нижняя половина Верхняя половина Ответа Но мне нужна Нижняя половина Ответа Очень просто На самом деле Потому что Она Система Правильно Потому что Потому что Стори Ворд Это псевдоинструкция Которая использует Регистр АТ Для того чтобы Что-то Сформировать адрес Она его вам испортит Вот Вот и все Соответственно Я это делаю с помощью Вот такой вот Двухчастный Макрос Сначала переложить В К0 А уже К0 записать Вот И это работает Вот После чего Я загружаю В стекпоинтер Стек Вот это вот Значение для Марса Безопасно Вот Отсюда стек Можно начинать Не забываем Что он растет вниз Вот И дальше я могу В этот ядерный стек Класть все что угодно Потому что наш Стекпоинтер Который мы будем Восстанавливать Лежит Вот здесь Ну в данном случае Мне понадобится А0 и В0 Для того чтобы Что-нибудь Вывести сообщеньку Вот Дальше мы Вычисляем Вычисляем Причину Так же как В прошлом В прошлом Этих наших Упражнениях И Если это был Не 0 Мы переходим К обработчику Исключений Которых у нас Правда нету В этой программе Ну мало ли что А если он был 0 Мы переходим К обработчику Прерываний В которой мы Что делаем А мы просто Выводим Некую сообщеньку Сообщенька Вот такая Вот Мы будем Вставлять Вот эти Восклицательные Знаки Между Тиками Давайте Давайте Это не прерывание Это метки Конечно Это просто метки Ну Kernel Interrupt И Kernel Exception Конечно Это обработчик Прерывания А это обработчик Исключения Они Если вы помните Отличаются Вот Вот Я их поэтому Так назвал Ну здесь Надо было написать На самом деле Надо было написать Конечно Да Вы правы Надо было написать Так Да Да Вот так Да А здесь Написать Соответственно Kernel Exception И тогда Будет понятно Почему они Так называются Вот Значит Мы ничего не делаем Только вводим Этот самый MSG А Два вопроса Было вот про это И про это Да Да Значит А здесь Мы вообще ничего не делаем Потому что у нас Нет никакого Обработчика Исключения Он не предполагался В нашей программе Тем не менее Чтобы Потом себя не обмануть Мы все-таки Добавляем Добавление 4 В случае Если это Обработчик Исключений Ну мало ли что Потом Впишем сюда Что-нибудь Ну вот Ну а потом Мы возвращаемся Из обработчика Мы восстанавливаем В0 Восстанавливаем А0 Восстанавливаем СП Восстанавливаем АТ Разрешаем Прерывание Очищаем Регистр Коз На самом деле Надо было сначала Его очистить А потом разрешить Прерывание Я был неправ Вот так Правильно Да Вот Значит Понятно Да Чем Как бы Мы не должны Проводить Время Это самое В обработчике Прерываний Произрешенных Прерываний Ну вот Это значит Что у нас Произошло Да Значит Напоминаю Что вся эта фигня Должна Взлететь И время От времени Вставлять В наше Тиканье Вот эти Восклицательные Знаки Вставлять Она будет На каждую Тридцатую Инструкцию То есть По сути Когда эта штука Прерывает Каждые Тридцать Операций И местами Тридцать Операций В секунду В теории Это примерно Секунда Да Да В теории Это примерно Секунда Совершенно Справедливо Что-то она Не хочет Что-то она Не хочет Что-то я делаю Не так А у меня Все работало Ну давайте Еще раз А Нет Все должно О, вон она Понятно Может быть Может иметь смысл Может иметь смысл Эту крутилку Открутить до конца Вот она Видите В разное время Происходит Это Он работал Просто он Все Все одновременно Отрисовывал И Вот это та самая Проблема Что мы не можем Теперь понять Где у нас Эти секунды Потому что Все время Уходит на рисовку Время уходит На обновление Этих картинок На все остальное Ну вот Видите Он вставляет Вставляет Вот эту свою сообщеньку Из восклицательного знака В произвольное место Вот Вот Люди Игры пишут Учитель Что он будет тормозить На рисовке Ну он сильно не будет Тормозить на рисовке Будет Ну нет Нарисовки он тормозить будет Да Ну смотрите Что делают Что делают люди Которые все-таки Да Что делают люди Которые все-таки Очень хотят А не делают Как в домашнем задании Помните там Что было Там пиксель Был 4 на 4 И это Маленький получался Так что можно Сделать такие Ну вот Как это Низкополигональные Часики Вас Ну окей Значит Вот Ну тут повторение Пройденного Запрят прерываний Сохранение регистров Мы все это видели Значит Практика такая Если вы пишете Обработчик прерываний Все что связано С работой С kernel space Работа с MMIO О я забыл Пришпилить Пришпилить Скриншотик Ну вы его сейчас Увидите живой Это в лекции Надо пришпилить Вот Значит Работа с MMIO Работа с регистрами Соответственно Работа с Памятью ядра Это все делается В хандлере В обработчике Все остальное Включая логику Работы Надо делать В user space То есть Хандлер Словил какие-то Данные Поставил галочку Я данные Словил И вернулся Быстренько В user space А user space Обрабатывает Вот Иначе вы зависнете Если вы какую-то логику Начнете всосовывать В ядро Вы в этом ядре Навсегда завязнете Вот С другой стороны В нормальной Организованной Архитектурах А не в таком Примитивном Эммуляторе Как наш Марс Ну то есть В настоящем МИПСе Тоже Разумеется Возможно В следующем Семестре Мы это увидим Пользователь Обычно Не имеет Возможности Лазить В В kernel space То есть В МИО Обычные программы Пользовательские Залезть не могут Ну например Потому что Их может быть Не одна И не все Могут захотеть Ходить в одно и то же место Друг другу мешать Там толкаться Все Поэтому В действительности Вырабатывается Некоторый протокол Ядро Ловит Прерывание Ядро Лезет в МИО Оно вынимает Оттуда данные Кладет Специально отмеченное место И возвращается В kernel В user space А user space Из этого Специального Отмеченного места Забирает Собственно Это и есть Если хотите Системный вызов Вот тот самый Системный вызов Который мы пользуемся Работает примерно так же Просто он отсутствует Он как бы реализован Внутри Марса А не мы сами его написали Ну вот Значит Вот вместо этой скрепки На самом деле У нас вот такой девайс Сейчас я его покажу Он называется Keyboard and Display Mio Simulator Он состоит из двух Из двух Картинок Вот это Дисплей Монитор А это как бы Клавиатура Я правильно понимаю Что разрешение Монитора 114-12 Да-да-да Это Он текстовый Это текстовый дисплей Вот Это такая консолька Вот текстовая консолька Вы пишете что-то Вот сюда Вот И то, что вы сюда пишете Проезжает через MMIO В Марс Марс пишет что-то на MMIO И текст, который он пишет на MMIO Проезжает вот сюда эту консольку Наверх Я не могу не подпенсиваться Там очень интересная надпись Где? Левый угол В среднем А, да Значит Сейчас вам скажу Дисплей After Delay Очень интересная надпись Dead Означает следующее Устройство ввода-вывода Особенно консольки всякие Они дико медленные Ват Поскольку, как мы уже говорили В самом Марсе Все не очень хорошо с таймером Здесь вы Значит Вы выводите на устройство Но бухевка Появляется Спустя некоторое время В данном случае Спустя Fixed Transmitter Delay 5 instructions Спустя 5 инструкций После того, как вы ее туда вывели Вы вывели Потом щелк, щелк, щелк Ваша программа И на 5 инструкции Бук появился Медленное устройство Очень медленное Тут можно Включать всякие Стохастические штуки Нормальное распределение Равномерное распределение Ну, короче Такое Зачем это нужно Не знаю Но кто-то вот постарался Сделал Мы его будем То включать, то выключать Это dead Как устроено Как устроено Управление этой фигней У нее есть Четыре регистра Управляющий регистр Вывода Регистр данных Вывода Управляющий регистр Ввода Регистр данных Ввода Вы что-то пишете В управляющий регистр Это команда Вы что-то Ну туда можно В управляющий регистр Можно и писать И читать Вы можете Например, объявить А разрешить прерывание И это Доступ на запись В управляющий регистр Или вы можете Например, посмотреть Готово ли устройство И это доступ на чтение То есть, если в RCC вы видите нулевой бит единичка, это значит, что у вас приехали какие-то данные, их можно вводить, и они лежат вот здесь, в RCD, в Receive Data. Если вы видите в RCC бит нолик, это значит, что никаких, нулевой бит равен нулю, это значит, что никаких данных не приехало, пользователь ничего не нажал, или пользователь нажал, но устройство еще не успело это обработать и вам притащить. Каждый раз, когда вы подключаете устройство к МИПСу, ну и скажем, к Марсу, это устройство приезжает со своими регистрами. Они, да, добавляются туда. Я вам скажу, где они находятся, сейчас вам покажу, где они находятся. Они находятся в документации по этой фигне. Вот они. Ну, прочесть. Лот байт. Конечно, мы сейчас все это будем делать. Все так. Вот. Значит, бит 1 управляющего регистра, это прерывание. У вас возникает прерывание, когда что-то приехало. Мы им будем пользоваться, кстати. Соответственно, регистр 004, это Receive Data, это байт, который был набран. И то же самое с передачей. Ваше устройство может все еще передавать предыдущий байт, и в это время у него бит готовности равен нулю. Нулевой. Или оно уже его передало, и тогда бит готовности нулевой равен единице. Вы можете даже разрешить прерывание. Я не пробовал, кстати, никогда. Разрешить прерывание, которое произойдет тогда, когда у вас наконец-то байт передан. В данном случае по истечению вот этих вот пяти шагов. Я никогда так не сделал, но это можно сделать, посмотреть, что получится. Вот. Вы можете разрешить это прерывание, и тогда у вас будет каждый раз, когда байт наконец доехал до экрана, и можно нести следующий, будет возникать прерывание. Ну и такая же фигня с трансмиссионом. Вы записываете байтик, этот байтик выводится на экран. Там, правда, есть одна хитрость, но до хитрости мы доберемся чуть позже. Вы записываете не байтик, а четыре байта, и три из них управляющие. Но про управляющие байты расскажу потом. Так, с готовностью понятно? Нулевой бит в обоих регистрах. Если бит этот равен единице, значит, выполнять соответствующую операцию можно, а если он равен нулю, значит, еще нельзя, потому что предыдущее недоделанное, или потому что, ну, пользователь ничего не ввел. Вот. Вот простейший примерчик, который будет тупо полить нам нажатие клавиатурки на этой штуке. Сейчас мы его сделаем. Только надо скопировать было, как обычно. Так, сколько у нас еще времени? Отлично, я все успею. Я все успею. Да, 22. Я успею. Ну, слушайте, вы там, там народ опознал минут на 10, и мы начали позже, так что нормально. Тоже плохо, да, тоже плохо. Ладно, давайте так, давайте, да. Значит, еще одно замечание, когда будете с этим работать. Не забывайте, что, как бывает в реальной жизни, каждый раз, когда вы хотите запустить программу, вам обязательно надо сначала ее скомпилировать. Вот, скомпилировать. это у нас консоль, да? Конс, ну скажем, сколько он там хотел? Сейчас, секундочку. Конс, пускай будет 3. Вот. Каждый раз, когда вы хотите запустить программу, которая работает на консоли, вы ее компилируете, а потом нажимаете на ней reset на консоли, иначе она работать не будет. Не знаю, почему. Но такое бывает и в реальной жизни тоже. Если у вас нету возможности программное устройство поресетить, то вам иногда приходится включать и выключать, чтобы оно все пришло. Вот здесь та же самая фигня. Так, ну чего, запускаем. Значит, что оно должно делать? Оно должно тупо полить вот отсюда и писать вот сюда. Давайте мы сделаем run speed поменьше. Ну вот, хотя, ну сколько-то. Поехали. Так. Вот я нажимаю кнопочку. Вот она появилась внизу. Видите? То есть, вот этот, тут вот бегает у нас цикл полинга. Да? Вот. Я вот нажимаю кнопочку. А вот я сейчас нажму много кнопочек. Появилась только одна, последняя. Видите? Что успели, то и получили. Смотрите, в реальной жизни скорость работы компьютера скорость работы последовательного устройства ввода-вывода еще более разница. Разница на десятки порядков. Ну, можно сделать даже не так вот, но я думаю, что я думаю, что все равно мы получим ситуацию, что какие-то ой, отстань противная. Какие-то числа мы вводим, а какие-то нет. Так, где там reset? Reset. Поехали. О, видите? Нет. Иногда он не успевает. Видите, да? Вот у меня строчка ввода длиннее, чем та. Он иногда все равно промахивается. То есть, бывает ситуация, что я успел нажать несколько букв, а у нас готовность еще не выставленного устройства слишком медленная. характеристика самого устройства. Оно может слишком медленное быть. Так, такой оживляж. Все потеряли нит повествование. На самом деле, довольно важная нить. Да? В общем, даже если устройство работает достаточно быстро, всегда есть шанс, что вы туда попытаетесь запихать гораздо больше байтов, чем оно умеет обрабатывать. Вот. Значит, ой, тут надо было по-английски написать. Я скопипастил по-русски. Помнишь, что надо было что-то перевести? Я забыл. Ну, ладно. Вот ситуация, когда у нас двойной полинг. Мы и вводим с клавиатуры и выводим на вот эту самую консольку, которая не всегда готова. Сейчас мы увидим, как эти байтики пропадают вот по-черному просто. Давайте посмотрим на сам код. Как он выглядит, он довольно простой. Вот. Значит, что я делаю? Я проверяю готовность. Если ее нету, иду обратно. Снова проверяю готовность. Короче говоря, вешу в вечном полинге относительно готовности чего? Вывода. Вывода. Если, наконец, у нас приехала готовность вот в этом регистре 0.08, можно выводить, я вывожу. Как я вывожу? Я записываю в 0.0c соответствующий байт. Вот. И это и есть вывод. Вот. Дальше я зануляю Т0, чтобы не пытаться туда выводить бесконечно. Да? Если 0, то он, то вывод не нужен. И проверяю, не нажал ли пользователь что-то. Если пользователь что-то нажал, если пользователь ничего не нажал, мы снова пытаемся проверить, не надо ли что-то вывести. И так по кругу. Если пользователь что-то нажал, мы загружаем, что он нажал в регистр Т1, и тогда прыгаем сюда, и вывести надо. У нас есть цикл полинга по выводу вот здесь. И однократный запрос, а не приехало что-то на ввод. Я надеюсь, это не слишком сложно. Вот. Работать при этом будет так. Сейчас мы это сохраним. Смотрите, в домашке мы это не сможем сделать, потому что мы не сможем яджаж заставить так работать. Я возможно, возможно, что-то подобное, какой-то простейший, тривиальный хандлер прерывания будет в той самой контроле. А возможно, не будет, не знаю. если будет, то простой. Или непростой, но который можно будет скопипастить из лекции, например. Ну да, 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 да. Ну или можно будет скопипастить из лекции, конечно. Так, давайте попробуем. Так, давайте поставим здесь где-то 5. Так, ой, надо было ресет нажать. Стойте, стойте. Так, во-первых, вот так, во-вторых, ресет, во-вторых, здесь clear. И поехали. Так. Да. Почему 5? А потому что, чтобы было виднее, что происходит. Надо было clear нажать все равно. Ну хорошо, вот, вот смотрите. Вот я сейчас нажму вот здесь, и через некоторое время должно появиться наверху. джин, вот оно. Причем, обратите внимание, вот я нажал, вот оно вывелось, но еще не появилось, а через 5 инструкций появилось, та самая задержка, про которую было сказано. Вот я нажал, видите, я нажал сразу 2 клавиши, понятное дело, что появится только последний. А почему вывелось последний, а не первый? Так устроен буфер. Он, значит, наша железяка устроена таким образом, что мы вот нажимаем, 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 и просто запоминается последний. Могла запоминаться первая. Это исключительно свойство железяки. Вот. Этот пример, на самом деле, я писал для того, чтобы можно было вот здесь задрать вот это время вывода. вот эта вот бага такая, она начинает. Сейчас. О, отлично, спасибо большое. Отличная ситуация. А, не получилось, да? Не получилось. Вот у меня на большом экране получалось это сделать. Сейчас. Я знаю. Это можно сделать только один раз. Нет, я точно помню, что мне как-то это удавалось. Только я не помню, как. А нельзя? Я просто закрыл ее. А нельзя? Я сейчас не помню. Мы уже не сделали. Нет. Ничего. Я сухого больше. Я сухого больше. Так. Ладно. Последнее упражнение. Или я это не делаю. Во. Один. Понятно. А, слушайте, а знаете что? Та-дам. Успех. И надо делать пошире просто. Ну вот. Вот я поставил 20 инструкций. Что это означает? Это означает, что в течение 20 инструкций у нас не будет готовности по выводу. Мы выведем один байт на это устройство. И в течение 20 шагов нашей программы у нас будет на соответствующем управляющем регистре будет нулевой бит. Оно будет не готово вывести. И внезапно картинка будет немножко другая. Смотрите. Ой, я reset нажал. А, нет, нормально. Бум. Поехала. Connect может. Connect? Да. Действительно, слушайте. Connect это хорошая идея. Поехали. Вот. Вот я нажал. Г. Вывелось. Вот я нажал еще одну Г. А сколько у меня там? О, опять вывелось. Что-то мало будет. Нет, тут написано 20. Ну, давайте 30, 40 сделаем. Не важно. Почему не должно вывести? То есть, она решила, что буквально сделает 30. Бум. Так, что-то у меня не то самое, да? Вопрос. А почему не должно вывести? В любом случае, мы выдавали программирование. Ну, у меня была идея, что почему-то что-то, 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 что-то я сделал не так. У меня была идея, что она будет здесь висеть в полинке по выводу. Вроде она у меня висела дома. Ну, ладно, бог с ним. Значит, это уже мелкие подробности, с которыми мы точно не встретимся. Просто имейте в виду, что такая проблема есть. Хорошо? Непонятно что. Но почему она должна висеть? Она не будет висеть. Она будет вот в этом цикле висеть. Она будет говорить, слушайте, у нас нет готовности, а нам надо вывести бай. А, все, я знаю, что надо делать. Надо было просто много нажать. Да, поэтому она не вывести, просто... Да-да-да, сейчас. Если одно нажать, все ждать, то еще... Да-да-да. Даже не так. Можно вот так сделать. Останься. Стой, стой, стой. Можно сделать вот так. Вон она, вон она там, видите, висит в поле, по выводу, сверху. Вот так, бж-бж-бж-бж. Вот, может быть, сейчас помедленнее сделать. Да, сейчас, опять-таки, конечно. Нет. Вон он, видите? Она висит в поле, по выводу. И, наконец, вывела. Я в это время наводил гору всего. Я даже мог бы ее ввести. Она готова была ввести. Но она зависла вот в этом поле, по выводу. Вот именно для этого, для того, чтобы нам с такими упражненьками не сталкиваться в реальной жизни, да, и придуманы прерывания. Так. Упф. Что это было? Это было какое-то месформатирование какое-то. Сейчас мы его поправим. Консолька наша умеет также, как мы уже видели по описанию регистров, умеет также издавать прерывания. Это довольно полезная штука, потому что теперь мы можем не висеть в этом жутком полинге, а каждый раз, когда мы нажимаем на кнопочку вываливаться в обработчик, и там вот этот байтик забирать. Вот очень грязный код, который, смотрите, что делает. Он не проверяет, что вообще произошло, но в случае, если он попал в обработчик, если он попал в обработчик, он просто тупо забирает из регистра ввода в А0, и этот А0 пишет. Вот. Выглядит это будет примерно вот так. Смотрите. Давайте мы следующий примерчик сделаем. Вот. О, видите, оно на самом деле не застыло. Оно выполняет инструкцию бесконечного цикла прыгнуть самому на себя. Смотрите. Да. И вот оно его вывело внизу. Она ждет, пока... Она не ждет. Она не ждет, потому что она проверяет. Ну, давайте, давайте я покажу, что она не ждет. Понятно, что она выполняет эту... Она выполняет вот эту инструкцию много раз. Пока она это выполняет, она просто ждет, пока не разошли. Вот буду написать NOB. Вот тогда мы будем видеть, что она ее по очереди выполняет, да? Вот, видите, туда-сюда, туда-сюда. Теперь я нажимаю кнопочку, она шмяк, и упал в обработчик прерывания. Обработчик переложил ее в соответствующий регистр, а мы из этого регистра забрали и напечатали. То есть, как только мы... Как я понял, вы это уже объяснили, и сейчас этот момент более-менее вскрывается. Да. Как только вы что-то вводите, он включает прерыватель, ссылает нас туда, куда надо, вы вам обратно в свой бесконечный ссылок. Да. Я понял. Вот. Все правильно. Значит, ну и, наконец, предпоследний на сегодня пример. Осталось 6 минут как раз. Он большой. Давайте, вот что, давайте мы его проедем. Значит, это всего лишь хороший пример того... Не так, я его просто тупо скопипащу, покажу, что он работает, а разбирать мы его не будем, посмотрим сами или посмотрим на семинаре. Короче, это просто пример условно хорошей программы, которая все, что надо, вводит, все, что надо, выводит, и смотрите, что она делает. Она при обработке прерывания, вот, она видит, что это какое-то прерывание, не проверяет, что это прерывание от клавиатуры, ну фиг бы с ним. Она кладет соответствующий байтик не в какое-то абстрактное место, а по адресу, который лежит в регистре ГП, Global Pointer. Этим Global Pointer мы не пользуемся никогда. Он указывает куда-то наверх, вниз, вернее, нашей области данных. Вот туда она его кладет, а программа его оттуда забирает. Вот. Вот здесь. Вот она его оттуда забирает. Если он не нолик, она его печатает, ну его код. А если он нолик, это значит, что там ничего не было, и она по кругу крутится. Эта программа еще, на самом деле, выполняет под программу, которая называется Sleep, которая 10 тысяч тактов ничего не делает. Крутится тут все, и просто, и все. Вот она там будет бесконечно, бесконечно крутиться, и время от времени выводить нам, выводить нам точечки. Сейчас покажу. Как его фамилия? Клонс. Бум. Так, хочу еще Reset. И поехали. Что-то я не понял. А, вот, смотрите. А, просто это очень медленная машина. Сейчас, давайте сделаем поменьше, поменьше слип. Где там нолик? Берем нолик отсюда, Дим. Она слишком долго кроется вот здесь. Нет? А, вот, все, я вспомнил. Значит, как это работает программа? Поскольку я ее копипастил, я ее не успел объяснить. Смотрите, она выводит точечки. Она выводит точечки вот здесь вот, когда обрабатывает прерывание. Всякий раз, когда она прерабатывает прерывание, выводит точечки. Она висит вот в этой фигне в течение там какого-то количества тактов. И она выводит, соответственно, число, которое приехало нам в ВГП, если оно было не ноль. Соответственно, вот смотрите, я набираю точки. Все, сдохло. Ну вот. Ой, нет, слушайте, 3 минуты осталось, а мне нужно одну вещь объяснить. Давайте тогда с этим закончим. В общем, вы примерно поняли мысль. Еще одна тема — это управляющие символы. Смотрите, не все устройства такие умные, что они могут положить нам в мемио регистры. Мы в эти регистры пишем, а эти устройства, зная, что вот этот регистр управляющий такой-то, этот сикой-то, как-то себя перенастраивают. Довольно часто бывает так, что вы просто записываете поток данных на устройство, а устройство само анализирует этот поток, и некоторые части из него воспринимает как управляющие. Вот, ну, например, принтер вы печатаете, выводите на алфавит, на цифровое печатающее устройство, а он, например, там некоторые последовательные символы воспринимает как команду, ну, скажем, печатать жирным шрифтом. Что-нибудь такое. Или, наоборот, есть устройство, например, графопостроитель. Графопостроитель — это такое устройство, которое, в принципе, все команды управляющие. То есть вы выводите туда какие-то байтики, а на самом деле эти байтики означают там спозиционирование перо, как нарисовать красным цветом и так далее. Вот наш дисплей имеет как минимум две управляющие последовательности. Если вы выводите символ с кодом 12, вот он очищает экран, вот тот верхний. А если вы выводите символ с кодом 7, то вместе с ним вы должны вывести еще... В оставшихся трех байтах, в битах 31.20 и 19.8, лежат координаты. Вот те самые, которые мы здесь вот видели. Где они тут? Вот эти вот координаты. И в результате следующий вывод будет производиться по данным координатам. Выглядит это примерно так. Вот у нас программка. Значит, обратите макро, что делает. Первый макро просто выводит символ и ждет какое-то число. Выводит его на... Ну, понятно, с помощью вывода на порт MIMEO. Второй макро, более сложный. Он выводит... У него есть две координаты x, y. Он превращает их... Эту сдвигает на 20 битов, а эту на 8. Напоминаю, что... На 20 битов и на 8. Да? Допихивает туда еще символ 7. Все это выводит. И это будет означать позиционирование курсора на экране. Вот. Ну, а потом вызывает вывод символа. То есть вот этот макро выведет символ c по адресу x, y. Вот. Ну и, собственно, программа, которая выводит по координатам 1, 1, 6, 2, 12, 4, 15, 6. Вот давайте все это сейчас посмотрим. Причем прям под отладчиком пройдем, потому что... Так, только надо скопировать. А вообще, зачем нам эти вот две управляющие команды? Какие две? Ну, вот 12-й сентябрь. А, на самом деле их гораздо больше. В реальной жизни их много. Вот. У меня была идея показать их в реальной жизни, но... Ну, сейчас, давайте сначала здесь посмотрим. Значит, давайте вот что. Давайте мы его прямо-таки сохраним. Так. Подключим сюда. Это не компиляция. Вот. И прямо вот так вот. Это очистка экрана. Где там первая звездочка? Не вижу звездочек. Что-то я не сделал что-то. Это макро просто. А, нет, это разложенные макро. Ну вот, ничего не сделано не так. А, вот это надо выключить. Да, значит, когда эта штука работает, надо выключить обязательно вот этот дед, потому что иначе он не работает нифига. Ну, что-то, 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 что-то опять не так. Вот это обидно. У меня работало. Дело в том, что мы с этим будем сейчас разбираться на практике. Возможно, имеет смысл просто до практики до отложить. Вот. Сейчас я посмотрю. Ресет. О, вот она. Что? Их есть четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А, ну, я забыл сказать, что левый верхний угол, да, 0, 0. 1, 1. 6, 2. 12, 4. Ну, и 15, 6. Кстати, а если я здесь поставлю меньше? А, я же выключил дед, он должен работать. Ресет. Поехали. Вот не хочет. Ну, ладно. Значит, чтобы закончить эту тему, смотрите, на самом деле, вот вы думаете, что это какое-то, ну, непонятная какая-то фигня, на самом деле вот эти управляющие последовательности дожили до сегодняшних дней. Вот я запускаю программу в этом вашем линуксовом терминальчике, да, и говорю, эскейп, скобка, эскейп, эскейп, скобка, ну, скажем, 1, м, точка запятая. И обратите внимание, у меня буквки стали толстыми. Это управляющая последовательность, которая при выводе просто на терминал, вот на этот, да, внезапно меняет... А что будет, если 2, я не помню. Ой, оно стало серенькое. Вот. Ну, в общем, вы меня поняли. То есть, на самом деле, вот эта штука жива до сей поры, она, разумеется, уже вся имитированная, потому что никаких железных устройств, которые так умеют делать, не существует. Ну, почти не существует. Но, ну, собственно, вот. Так, значит, давайте еще задавайте вопросы, и мы с вами бежим в класс. Ну, почти с вами. Все, вопросов нету. Отлично.